МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наше путешествие по великой степи продолжается. В прошлой программе мы побывали в Тарбогатайских горах, посетили мы в зале Арыстан-Баба и попросили благословения у святого старца. Сегодня же нас ждет город Туркестан и одно из главных мест паломничества, великолепный мемориальный комплекс Ходжа Ахмеда Ясауи. Наша съемочная группа долго ждала этого дня. И вот, наконец, он настал. Присоединяйтесь и вы к нашему захватывающему приключению. Среди бескрайних казахских степей раскинулся город Туркестан. Издревле этот край считается священной землей. Здесь родились и творили великие мыслители, ученые и, конечно же, проповедники ислама. Туркестану насчитывается более полутора тысяч лет. Сегодня он является важным центром мусульманского паломничества в Средней Азии. Каждый камень этой истории, вот каждый штрих этой истории. Вообще Туркестан. Не зря Туркестан один год, сейчас же в мире есть такая традиция, один раз в год какой-то город мусульманского мира становится столицей. И вот прошлый год, прошлый, который не этот, прошлый год, Туркестан был столицей тюркского мира. Это тоже. Передал эстафету, по-моему, в Азербайджан. История Туркестана началась еще в VI веке до нашей эры. Тогда он назывался еще Шавгар, затем Ясы. В XII веке слава об этом крае распространяется по всему великому шелковому пути. Сюда, со всего Востока, стекаются ученые, писатели, математики, философы. Здесь возникают потрясающие архитектурные строения. Мазары, медресе, широко развивается исламская религия. Город процветает до татаро-монгольского нашествия. Даже после того, как Туркестан был полностью разрушен, он сумел возродиться вновь и стать крупным экономическим и политическим центром в Средней Азии. Территория уникальна, удивительна и в плане архитектуры, истории. Тут столько веков смешалось нашей с вами истории, но на одной экскурсии всего не пересказать. Расположен Туркестан в 170 километрах от города Шемкента. Добраться сюда можно на такси или автобусе. Время в пути – 3 часа. Любителям истории здесь есть на что посмотреть. В 60 километрах от Туркестана находится один из самых значимых городов Великого Шелкового пути – древний Отрар. Сегодня здесь организовали целый музей под открытым небом. А если повезет, можно понаблюдать за работой археологов и, возможно, самому отыскать какой-либо артефакт. Тем же, кто больше предпочитает прогулки на свежем воздухе, мы советуем природный заповедник Аратау, где обитают 15 видов краснокнижных животных. Наша сегодняшняя цель – мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи. Не забывайте следить за нашим путешествием по хэштегу Across the Kazakhstanland и рассказывайте о своих эмоциях, планах и любимых местах в комментариях. Ходжа Ахмед Ясауи – одна из самых загадочных личностей Востока. Великий Суфи родился и вырос в семье известного шейха Ибрагима и проповедница ислама Карашаш Ана. Говорят, что он с раннего детства был наделен особым даром. Когда мальчику исполнилось 7 лет, отец умирает, и его отдают на воспитание святому Арстан Бабу. Многие знают легенду о том, что Арстан Баб на протяжении 500 лет искал мальчика по имени Ахмед, чтобы передать ему аманат в виде хурмы. По легенде великий Арстан Баб, который прожил очень много лет, получает хурму из рук самого пророка Мухаммеда и задание – передать его через много-много веков. Здесь будет еще где-то через 400 или сколько-500 лет. Здесь будет Ахмед. Передай ему мой аманат. Вернее, говорит, кто из вас передаст ему мой аманат? Просьбу, пожелание. Из толпы выходит уже старец, Аслам Баб. Он говорит, я передам. И когда состоялась встреча 7-летнего Ахмеда Ясуы и Арстан Баба, он сам подошел к старцу и спросил про послание от пророка. Своё обучение он продолжил в Бухаре, в медресе имама Юсуфа Хамадани. После окончания вернулся в родной Туркестан, где и продолжил традиции, заложенные Арстан Бабом. Впоследствии Ахмед Ясуы и сам стал великим учителем. Он воспитал тысячи учеников, которые распространили ислам по всему миру. Сегодня Туркестан – главное место паломничества, а сам Ахмед Ясуы почитается как святой простого народа. Он считался как поэт, понимаете, и основатель суфизма, среди течения, среди шиитов основатель суфизма. Это аскеты белых в чапанах, там они, софы. Поэтому даже его смерть, уход является одним из многих легенды. А он при жизни был уже признан человеком в мусульманском мире, среди тюрков-мусульмана. Потому что тюрки очень поздно принято мусульманство, в 9-10 веке. Поэтому он был проповедником этого течения, когда тюрки стали принимать мусульманство. Поэтому он второй после Мухаммеда является пророком. И он является первым для тюркского мира. Опять же, возвращаясь к преданиям, мистик долго скитался в поисках уединения. И только в Туркестане он нашел спокойствие. Ударив о землю своим посохом, он пробил источник живой воды. Здесь он соорудил небольшое жилище и начал творить. Легенд о мистике в народе сохранилось много. А вот достоверных фактов практически нет. Известно лишь, что он был женат. У него были дочь по имени Гаухар и сын Ибрагим. Девочка умерла еще, будучи ребенком. А сына убили люди из-за воды. Несмотря на все горести и печали, Ахмед оставался добрым и открытым к людям. Гордо нес свою веру. Не будь высокомерен. Держись подальше от алчных и подлых. Сам себе на хлеб зарабатывай. Он не просто призывал, а следовал этим правилам. За обучение денег не брал, подарки не принимал. Говорят, что он делал из дерева ложки. И этим зарабатывал себе на жизнь. Не меркнет ни перед чем главное наследие Ахмеда Ясауи. Книга мудрости. Дивани Хикмет. Вот только сегодня перед нами лежит копия. Оригинал давно был утерян. И такие образцы хранятся во многих музеях мира. В Москве, Стамбуле, Ташкенте, Алматы. Ясауи – первый тюркский поэт, который писал на Олгоскопчакском диалекте. В своем труде он собрал главные правила ислама. Он призывал всех быть терпеливыми, покорными. А главное – жить по совести. Невозможно человека насильно обратить в ту или иную веру, считал Суфи. Ему удалось адаптировать мусульманство для кочевых народов, которые в то время верили в зороастризм и шаманизм. Благодаря учениям Ахмеда Ясауи, тюркский мир изменил свое духовное мировосприятие. Ахмед Ясауи считал, что он не может жить дольше пророка Мохаммеда. Поэтому в возрасте 63 лет он зазочил себя в подземной келле, где и провел остаток своей жизни. Сколько лет провел под землей мистик, доподлинно неизвестно. Одни говорят, что он 20 лет, другие утверждают, что Ахмед дожил до 125 лет. Скончался так и не выйдя на улицу. Он умер в 1166 году и был погребен в небольшом мавзолее. А позже, 219 лет спустя, на этом месте, по приказу Тамерлана, был возведен гигантский мемориальный комплекс. Строительство мавзолея началось в 1385 году, одержав победу над ханом Золотой Орды Тухтамышем. Завоеватель Средней Азии решил поклониться Ясауи. Это шедевр средневекового зодчества. Оно изначально было из двух комнат, то есть когда Ходжа Ахмед Ясауи умирает, ему было построено мавзолея из двух комнат, то есть строили местные жители. Потом уже через два века Амир Тимур строит это грандиозное сооружение. Много легенд связано со строительством мавзолея. Говорят, что работу начать никак не удавалось. То внезапно начнется сильная буря, то стены рушатся сами собой. И однажды Камеру Тимуру во сне является старец, а кто-то говорит, синий бык какой-то, который говорит о том, что прежде чем строить мавзолей на могиле Ахмеда Ясавей, ты должен построить мавзолей на могиле его учителя. Арслан Баба. И тогда Ахмед Исауи, вы простите, Амир Тимур дает наказ начать строительство мавзолея на могиле его учителя Арслан Баба. Вот такая красивая легенда. После этого строительство пошло без каких-либо помех. И вскоре посреди бескрайней казахской степи, где когда-то пролегал Великий Шелковый Путь, возникла великолепная надгробная мечеть великого суфийского поэта Ходжа Ахмеда Ясави. Работа шла очень быстро на протяжении 10 лет. Возводили сооружения лучшие архитекторы Востока. Эти люди были особого разряда. Их не трогали, их с собой привозили. И поэтому мы говорим о великолепной архитектуре сегодня Узбекистана. Так вот, он начинает, как дальновиденный провидец, хотя пришел, повторяю, с взглядными походами, он начинает строить мавзолей на могиле шейха Ахмеда Ясави. Уже в XI веке эта территория была овеяна легендами о великом Ахмеде Ясави, суфисте. И к его могиле стекались многие мусульмане, суфисты с паломническими целями, но могила была очень скромная. Мавзолей Хаджа Ахмед Ясави – это первый официально одобренный и взятый под охрану ЮНЕСКО. Историко-культурный объект на территории современного Казахстана. Главная достопримечательность – заповедникам музея. Азресултан в городе Туркестан. Трехкратное посещение мемориального комплекса Хаджа Ахмеда Ясави для паломников равнозначно Хаджу в Мекку. Основные параметры здания Тимур определил лично. Мавзолей состоит из 35 залов. Здесь есть мечеть, музей, средневековая баня, библиотека. Когда-то было в Медресе. Внутри стены украшены глазуровной облицовкой, покрыты мозаичными розетками-медальонами. Снаружи на стенах орнаментированная вязь и надписи, восхваляющие пророка Мухаммеда и Всевышнего. Сейчас посетители музея смотрят первый этаж. Для сохранности мавзолея сейчас на второй этаж не разрешается, поскольку посещаемость людей очень много. Посетители смотрят только первый этаж. И посещают в основном музеи с нашего Казахстана. Помимо нашего Казахстана есть посетители с Узбекистана, с Таджикистана, с Туркмени, с Турции очень много приезжают. Приезжают с Австрии, с Франции, с Японии, с Китая очень много приезжают. С первого взгляда мавзолей поражает своими размерами. Он представляет собой огромное прямоугольное здание с порталами и куполами. Высота арочного портала 37,5 метров, главного купола почти 40, а его диаметр 22 метра. Когда-то он указывал степным путникам, что до святыни им оставалось преодолеть еще 40 километров. Сам купол тоже сохранен, то есть самый большой купол Средней Азии в Казахстане. Строительство мемориального комплекса было прекращено после смерти Эмира Тимура в 1405 году. По сей день сооружение находится в незаконченном виде. Это становится понятным, как только подходишь к мавзолею. Под крышей до сих пор сохранены строительные леса. В свое время Рузбихан, очевидец, писал таких памятников, всего три памяти, которые Тимуром, это как раз в Самарканде, в Шахрисавизе и в Туркестане. Мавзолей хранит в себе несколько тайн. Ученые до сих пор не могут выяснить состав кирпичей, облицовки. Возникают споры о том, почему вход не ориентирован на Мекку и как сооружение простояло шесть веков. Слово мавзолей произошло от слова мавсол. В 4 веке до нашей эры один из правителей корейского государства, мавсол, он при жизни строил себе надгробные сооружения. Его зовут Мавсол. Но он, конечно, не дожил. Потом его супруга стали достраивать. От этого слова потом пошли слова мавзолей. Это надгробные сооружения. А в мусульманском мире, я вам сказал, с 9 века уже, начинается строить такие места, как мавзолеи. Поэтому здесь направлен именно вход на восток. Это никакого значения не имеет. А внутри один из помещений, это уже другое. Там уже направлен на Мекке, на западный мир. Мазар построен по самым передовым технологиям архитектуры того времени. Персидские зодчие использовали новаторские решения, которые были использованы при строительстве Самарканда, столице империи Хромого Тимура. Многие мастера были из Самарканда, это столица Тимурского государства. И даже, говорят, из Индии, из других государств участвовали мастера-строители. Потому что именно на территории Казахстана такие памятники раньше не строились. Источники говорят, там сам Тимур участвовал в построении этого памятника. Есть несколько фамилий, которые участвовали на этом грандиозном памятнике в конце 14-го, начало 15-го века. Ученые до сих пор не могут разгадать рецепт раствора, который был использован при укладке красного жженого кирпича. Точно так же, как и не могут найти ответ на то, из чего была сделана плитка, которой снаружи облицованы стены. Мавзолей реставрировали несколько раз. И это видно, если вблизи рассматривать его. Удивительно, но многовековая плитка до сих пор сохранила свой первозданный цвет. А вот та, что была положена недавно, за несколько лет осыпалась и выцвела. Архитектурные особенности, начиная от кирпичов, от фундамента, там в 3 метра как раз глубиной, и строительные материалы, строительные материалы. Даже кирпичи, жженые кирпичи, они взяли глины от Саурана. Сауран, это Туркестан, находится около 50 километров ущелья Сауран. Оттуда брали. Потом изразцы, особенно вот алебастровые, там разные рисунки, штамповки, там обожженные глины, очень интересные. Некоторые до сих пор не могут найти какой похожий, даже аналогов некоторых нет. На расцвете и закате, если смотреть на стены под определенным углом, то можно заметить, что они отливают золотистым цветом. Точно в раствор добавили драгоценный металл. Это поливная керамика, это понимаешь ли, это полив особый. Сейчас в археологии есть такой термин, тимуридская керамика, тимуридские кирпичи. И вот как раз в это время вот этот светло-голубой свет всегда блестит. Поэтому там позолоченный золотом там пока еще ничего нет. Мавзолей Хаджа Ахмеда Ясуви единственное сооружение той эпохи, которая полностью сохранилась. К слову, в прошлом столетии мемориал пострадал дважды. В 1846 году Коканская армия решила затопить Туркестан. После российские войска во время захвата города подвергли мемориальный комплекс артиллерийскому обстрелу. Было даже принято решение о том, чтобы снести святыню, так как ее стены находились в ужасном состоянии. Однако губернатор фон Кауфман смог переубедить и сохранить памятник великому восточному поэту мыслителю. Главная святыня мавзолея это Тайгазан. Это самая большая в восточной части исламского мира чаша для воды. По преданию, ее изготовили из семи видов металла в селе Карнак. Верхняя часть чаши украшена орнаментами с надписями о том, что это дар Тимура мавзолея Хужа Ахмед Ясуви. В советское время Тайгазан являлся экспозицией музея Эрмитаж. Но в 1988 году его вернули в мавзолей. В древние времена Тайгазан использовали, чтобы напоить верующих после пятничной молитвы. Его емкость составляет 60 ведер, диаметр 2 метра, а вес составляет почти 2 тонны. По преданию, посуда отлита из сплава семи редких металлов в селе Карнак. С давних времен Тайгазан является символом единения и гостеприимства тюркских племен. Снаружи казан опоясан рельефными надписями и растительным орнаментом. Наверху сказано, что Тайгазан это дар Эмира Тимура. В центре будь благословен, имя мастера и год изготовления. А в самом низу царство Аллаху. К слову, сделан был казан в 1399 году мастером из Тебриза, Абдуль-Газизом и Баншарафуддином. Считается, что если испить воды из посуды, можно очиститься от скверны. Помимо Тайгазана есть экспонаты-подсвечники, которые были сделаны по приказу Амеры Тимура. У нас сейчас сохранено 6 подсвечников. Они тоже сделаны из плавов 7 металлов. Делают тоже были очень отменные мастера, изфаханские мастера. Один из 6 находится в музее в Ловре, один находится в Санкт-Петербурге в Эрмитаже на экспозиции. В главном холле также есть еще одна реликвия – резные двери. Их высота порядка 6 метров. Вы только представьте, сколько требовалось силы, чтобы установить их. Когда-то они охраняли вход в мавзолей. Эти двери разукрашены золотом, серебром. Там написаны хадисы и аяты, почерк Амсульс. Имя мастера Аль Сафар, известный иранский мастер, делает дверь в 1397 году по приказу Амира Тимура. Уникальность мавзолея можно сказать плиты, майолика. То есть в Гурхане сохранилась, очень хорошо сохранилась шестигранная майолика, где можно увидеть штамп, печать, имя мастера можно увидеть. Из главного хола можно попасть в усыпальницу Ходжа Ахмеда Ясуи. Называется она Кабархана. Однако вход в нее закрыт. Эти двери также являются артефактом. До мельчайших подробностей можно рассмотреть филигранную работу мастера, как аккуратно проведена резьба и инкрустация. В 15 веке эти залы использовались как статка казахских ханов. В Большом принимали послов из других стран, проводили курултаи, где собирались самые влиятельные и известные люди казахских степей. В этих стенах давали клятву верности восходившие на престол ханы. В музее до сих пор хранятся предметы древних правителей. К слову, здесь также похоронены и другие великие люди. В Мавзолее покоится прах Аблайхана, Бугимбай-Батыра и многих других великих деятелей и полководцев. По сей день здесь есть действующая малая мечеть, где пять раз в день, как и положено, читают намаз. Здесь никогда не бывает безлюдно. Ежедневно сотни паломников приезжают поклониться и отдать дань святым предкам. Рядом с Мавзолеем расположена келья, где и провел последние дни Ахмед Ясауи. Дорогие телезрители, не забывайте про наш фотоконкурс «Повтори кадр». Для этого вам нужно сфотографироваться возле озера Сайрамсу, разместить фотографии в социальной сети Инстаграм под хэштегом «Экроссв Казахленд». И тогда вы получите возможность выиграть ценные призы от нашего телеканала. Готовы? Поехали! В мусульманском мире Туркестан считается второй меккой. Рано или поздно одна из дорог все равно приведет верующего суда к Мазару легендарного султана Хазрета, духовного наставника тюркских народов, которого называют в народе человеком, принесшим в степь свет ислама. С точки зрения как раз паломников, если продолжить маршруту вдруг, да и вообще с точки зрения познавательного Тора, чаще всего наши туроператоры строят таким образом. Следующим объектом на маршруте они ставят этот мавзолей отца Хмеда Исауи Сайрам, который сегодня является частью города Чингенда. Ибрагим Ата был выходцем из богатой семьи, а мать Карашаш дочерью известного в Сайраме шейха Муссы. В народе о них говорят как о праведных, обладавших неким даром людях. Вообще ее имя настоящее говорят тоже Айша, но за красивые длинные косы народ ее назвал по-другому и дал имя Карашаш Ана. Вот два мавзолея, еще один из средневековых мавзолеев в Сайраме посещает. Мавзолей родителям великого Суфия воздвигли в 13 веке. Как и многие другие постройки под воздействием природных катаклизмов, они несколько раз разрушались и их заново перестраивали. Ныне существующие мазары воздвигли в середине 19 столетия. В Сайраме также находятся и другие святыни. Среди них мавзолеи Абдел-Азиз-Баба, Ходжа-Талик, Мирали-Баба, средневековый минорет Хызер и другие. История этого края богата и подтверждается это различными находками и средневековой архитектурой. Сегодня город требует тщательного исследования, поэтому археологи не прекращают свою деятельность. С каждым годом это место привлекает внимание путешественников. Паломники приезжают поклониться святым местам не только со всего Казахстана, но и из многих зарубежных стран. Сайрам включен как один из приоритетных историко-географических объектов в государственную программу «Культурное наследие». На сегодня это все. Надеемся, вы узнали много нового и интересного. Следите за нашим путешествием по хэштегу AcrossTheKazachLand в социальных сетях. Увидимся совсем скоро! Редактор субтитров А.Семкин